всем привет дорогие друзья с вами как всегда александр изолин здравствуйте и очень много вопросов поступает к нам с просьбой показать отличие двух колясок это annex компания мега популярной коляски я бы даже назвал их локомотивом наверное одни из самых продаваемых на самом деле колясок и сегодня мы сравним и покажем отличие двух моделей я буду показывать не type я вам покажу anex m-type да визуально вы видите это максимально похожие колясочки и технически они очень схожи давайте как раз таки с технических характеристик и начнем я в двух словах вам назову и type annex это польша если что производитель дает гарантию 3 года это очень обширная гарантия далеко не все бренды дают до вес с люлькой у этой по это 14 и 1 килограмма сиденьем 13 с половиной килограмм колесная база здесь кстати абсолютно нормально везде в любой лифте 60 сантиметров люлька кстати 74 на 35 большой крупный размер и максимальный вес ребенка выдерживает она 22 килограмма а в м-тайпе в anex type по характеристики будет немножко схожи но есть и отличия начну с внутренних размеров внутренние размеры 1 абсолютно одинаковый 74 на 35 несмотря на большие размеры внешне весит коляска с люлькой 13 9 килограмм с прогулочным блоком будет 13 4 ширина колесной базы также составляет 60 сантиметров ну в остальном да все такое же до основное отличие сейчас мы скажем например в е-тайпе что сразу бросается в глаза это использование мать других материалов используется эко-кожа и на козырьке и на накидке а в эмке в м-тайп в стандартных расцветках будет текстиль вот та серая часть которую видите есть большая большой перечень цветов из-за какой же полоска будет по периметру и нижняя часть будет пластиковая есть дизайнерские расцветки где и как уже будет побольше и есть серия про где не пластик будет каркас люльки а из и специального пенопласта термо код да и из-за этого она ощутимо легче вот версия про и и вот фишка она полегче и выглядит немножечко интересно так вот кстати и расцветок у этих двух моделей куча и у е и м действительно любой вкус любой человек найдет для себя комбинацию расцветок и в ешке кстати еще есть варианты цветов где более светлая рама насколько я помню да очень по дизайну разобрались теперь давайте на сами люльки посмотрим просто быстренько вам покажу как здесь использовано вот крепление накидки она здесь отличается вот первое бортик который у нас закрывает ребенка он здесь вот с такой вот накладочкой дополнительной и достаточно высоко поднят прикрепиться этот накидка на люльку здесь с помощью магнитика и липучки и просто сверху одевается давайте просто покажу вам сразу начинку не начинка внутренность как она здесь выполнена внутри и по поводу кнопок этих они с памятью и вам нужно просто нажать их и потом спокойно опускать что у нас м как как раз за накидка в м-тайп накидка крепится на молнии а сверху соответственно фиксация будет бортика на магнитиках что удобно внутренние просто ну и по поводу козырька козырек также чтобы убрать козырек назад надо отжать кнопочки до щелчка а потом соответственно отгибаем вниз пространство внутри и материалы отдел абсолютно одинаковые соответственно матрасик ну обратно поднимаем ничего не нажимается да еще в козырьке покажи дополнительную секцию и вот здесь тоже раз показать вот открываем замочек и секция появляется секция сеточкой в м-тайп повыше расположена и здесь вот молнию расстегивая отгибаем сектор или сеточка освобождается эти тут нужно вот эту ткань вывернуть вот таким образом чтобы попасть туда а в е-тайпе еще одна секция просто появляется благодаря тому что козырек уходит глубже вот собственно и все кстати чтобы снять люльку здесь добавили в этом поколении кнопки с памятью нажимаем одну нажимаем другую и потом просто поднимаем вверх и хочу обратить внимание что здесь есть четыре ножки чтобы спокойно ставить куда-нибудь и вентиляция для ребенка с помощью вот этого отверстия которое регулируется закрывается открывается чтобы в м-тайп система съема идентична очень удобная расположенная кнопка сверху с эффектом памяти отжимая у нас есть возможность одной рукой снять люльку в люльке нету ножек она закругленная за счет чего соответственно когда поставим на пол имеется возможность немножко укачивать и секция для проветривания здесь тоже имеется окей теперь давайте перейдем с вами к прогулочным блоком блоки естественно реверсивные и по ходу и против хода можно ставить вот и они по большому счету очень сильно похожи друг на друга в козырьке есть две секции вешки открываем и здесь вот как в люльке было у м-ки чтобы открыть москитку нужно будет отодвинуть секцию а там да в м-тайп козырек увеличивается тоже за счет дополнительной секции увеличивая здесь окошечко у нас остается где соответственно такая нахлёстная часть да в комплект в ешки входит накидка на ножки накидка на ножки вся из эко кожи видите здесь вот эта часть она из москитки и получается что продувать с обратной стороны зимой здесь проблема решена потому что он фиксируется полностью в нахлёст и ребенок снизу закрыт еще классно то что накидка она крепится в трех местах и сбоку и за сам бампер то есть не будет вот в этом месте зазора и продавать ребенку тоже не должно накидка в м-тайп идентичная отличие единственное заключается в том что здесь материал текстильный в е-тайп из эко кожи фиксируется также закрывается соответственно ножки вокруг полностью и зафиксированном положении выглядит это очень симпатично да все аккуратно да ровно аккуратно и все закрыто да все вот подогнано как надо так давайте теперь посмотрим на сами блоки может накидку снять и мы вот рядом их поставим и вы убедитесь том что это два брата близнеца в которых ну отличие практически невозможно найти мягкие накладки есть на плечевой паховой зоне сами ремни пятиточечные откидывается как калиточка в сторону бампер и собственно все и подножка регулируется у нас стандартном положении стандартным способом двумя кнопочками по бокам если все наклоняются также да на кого давайте кстати мы сразу и покажем здесь диапазон регулировки спинки 110 165 градусов до 165 насколько да все верно да и этого более чем достаточно чтобы ребенок мог нормально поспать вообще отличный диапазон вернем обратно так к сумкам и вернемся в конце пока уберу сторону чтобы не мешало а теперь посмотрим на ручку ручки здесь тоже схожи в ешке в е-тайпе это эко кожа большая толстая ручка с хорошей прострочкой регулируется в очень широком диапазоне поэтому любой родитель сможет подобрать высоту покажи как там в м-тайп также до одинаковая система очень низко опускается довольно таки высоко можно поднять комфортно можно подобрать под любой рост высоту здорово так и давайте теперь опустимся посмотрим с вами на рамы и первое что вы сразу можете заметить в м ки сделаны колеса сзади большего диаметра в е-версии скажем так колеса того же диаметра что и спереди но как по мне мне кажется что по ощущениям по плавности хода по проходимости разницы я разница да на на практике вы большой не видите хорошая проходимость и в е-тайп и в м-тайп даже одинаковым я их назвал на самом деле у них единственное что визуально еще отличается в это вот амортизатор дополнительно установлен на раме в версии м он потолще и может показаться что из-за этого она более скажем так плавнее но тактильно это трудно понять я лично не нахожу разница вот большой и довольно таки мягкие амортизаторы в обоих модификациях идентичны а покажи как фиксируется передние колеса они идентичны фиксируются в двух колясочка фиксируются нажатием на кнопочки и соответственно на каждом колесе надо нажать и блокируется снять чтобы с блокировки надо будет джать и соответственно максималь из блокеров самая простая система колеса кстати колеса кстати здесь не надувные это просто резиновые колеса покажу вам сразу амортизацию спереди очень неплохая амортизация сзади я уже вам показал и на м-ки мы показали амортизация здесь очень хорошо реализовано вот а теперь давайте посмотрим с вами на багажнике багажнике здесь чуть-чуть отличаются я даже сниму отсюда прогулки блок чтобы вам было виднее просто виднее в е-тайпе смотрите он такой модный красивый нарядный багажник и это его при слабая сторона он из-за этого небольшой чтобы его увеличить нужно открыть дополнительного действия по бокам кнопочки и кнопочки замочки и у нас получается вот такой вот доступ образуется но мы видим что он небольшой все равно м в м-тайп тоже багажник не очень объемный на первый взгляд и держится на молнии закрыты за крышечкой но есть возможность на половинку открыть крышечку если так вот такая откидная часть будет чтобы что-то несущественно ну небольшое сюда укладывать а если что-то по габарит не надо будет расстегнуть молнию до конца и откидываясь здесь доступ только большой получается и объем увеличивается практически в два раза да тут действительно багажник сильно лучше по итогу по итогу чем в е хотя визуального час пока они сложены так и не скажешь но там у трансформируется более удобно что касается кстати тормоза здесь идентичные тормоза стоят очень легко это делается легко откидывается не надо корябать обувью в общем все хорошо так давай покажем комплектные сумочки рюкзаки в е-тайп идет вот такая вот сумка рюкзак я бы в первую очередь даже рюкзаком наверно назвал и вешается она у нас вот таким образом за раму и давайте заглянем сразу внутрь она тоже из-за как кожи сделано комплектацию входит дождевик и москитная сетка на сколько знаю и на люльку и на прогулку да да и подходит на оба блока комплектация в м-тайп одинаковые сетой сеточка дождевик сумочка рюкзак сумочка рюкзак по дизайну отличается материалы тоже отличаются здесь не стиль в е-тайп и кожа но очень симпатично выглядит смотрится и функционально да я чуть чуть больше как мне кажется и с обратной стороны из-за того что текстиль сделано как в обычных рюкзаках сеточкой чтобы спина меньше потела вообще в ассортименте еще есть подстаканник чтобы не думали что уйдет в комплекте это отдельная опция нужно покупать отдельно так давай теперь покажем как складываются эти рамы все очень просто здесь снизу две кнопочки отжимаем вот получается очень компактная конструкция которую в принципе можно в любой багажник засунуть и она не будет мешаться покажем да в м-тайп для более компактной формы тоже опущу ручку отгибая два рычажочка опускаем ручку сложном виде вот такая будет конструкция удобная ручка у нас остается для того чтобы носить коляску и удобно и компактно складывается да я ручку вывернул в другую сторону если ее подгибать как здесь то получается по большому счету разница только из-за колес до колеса легко скидывается поэтому колеса бестер съемные да да так поставим обратно люлечку собственно по большому счету именно разницу мы вам показали чем они друг от друга отличаются за одной и провели такой небольшой обзор этих двух колясок я приложу две ссылки на отдельные обзоры на каждую из этих колясок вниз в описании поэтому пройдите посмотрите а выбор естественно строить вам теперь вы прекрасно знаете чем они отличаются и какой вам лучше выбрать есть еще добавить я думаю все рассказали да вот ссылки напоминаю внизу в описании если вам это видео понравилось было интересно вы что-то полезное для себя подчеркнули ставьте свой царский лайк и подписывайтесь на канал всем пока до свидания